Здравствуйте! Моих подписчиков очень сильно возбудила тема, затронутая мной в видео «Сексуальная избирательность», а в частности, та тема, когда я сказала, что для того, чтобы понять, тот это человек или не тот, достаточно фейс-контроля и трёх секунд разговора. И пациенты мне пишут, Екатерина, а если, например, парень понравился девушке, вот так вот, с первого взгляда, а у меня не возникло такой же влюблённости, можно ли тогда говорить, что вот эта пара генетически совместима? Ну, рот раз понравился так сильно. Вот, вы знаете, в этой связи хочется сделать несколько выводов. Первый момент, не переусердствуйте. Если вам 20 лет, у вас гормоны играют прямо же в глазах, и до такой степени вы гиперсексуальны, активны, что вам прям вот все сразу нравятся. И помните, в советское время была такая песня, как вот молодой человек шёл на свидание, и так вот он ждал этого свидания, что навстречу шли прохожие, все на ангелов похожи. Ему казалось, что все красивые, все были похожи на ангелов. А когда он шёл в конце, то ли девушка не пришла, то ли она пришла с другим парнем, вот он её так возненавидел, ему казалось, что навстречу шли прохожие, все на диалог похожие. То есть имейте в виду, что если у вас ваше сознание в данный момент затуманено вашей возрастной гиперактивностью, то есть вы в таком возрасте, между 16 и 25 годами, когда вы на гормональном уровне готовы прямо оплодотворить сразу всех, то в таком случае полагаться на вот этот фейс-контроль и 3 секунды разговора нельзя. Всё-таки это для такого более, может быть, рассудочного типа личности, когда вдруг этим рассудочным типом личности внезапно овладело сильное чувство. То есть он и так понимает, что этот человек ему не просто не противен, а ещё и нравится, ещё и оценивает его опытным взглядом бывалого психолога, что он говорит правильно, строит предложение ясно, на правильном русском языке, одет опрятно и прилично, шутит, наверное, с юмором. Можно делать вывод о его образовании, о его образе жизни, глядя на его одежду, одежду этого человека, на его привычки, как он держит руки, как он держит ноги. Вот, всё, будет постоянно вот так вот сидеть. Сразу видно, что какие-то, наверное, у этого человека проблемы, навязчивое состояние, он не уверен в себе, не стабилен. Вы это всё оцениваете за 3 секунды, за один взгляд. Я это имела в виду. И если вы оценили человека как приятного вам, если он не вызывает у вас отторжения, как партнёр по беседе, то можно эту беседу воспроизвести второй раз и так далее. То есть это не означает, что все те, кто понравился за 3 секунды, это значит, генетическая совместимость подтверждена, и можно из-за этого человека выходить замуж. А пока до свадьбы дело дойдёт, пока сексом заниматься. Вот, здесь нужно скорее обратный отсчёт. Во-первых, если тот, кто вам за 3 секунды разговора не понравился, это сразу уже, так сказать, не тот вариант. Вот, это первый момент. И второй момент. Если вы всё-таки молоды, то лучше накапливайте опыт, наблюдайте за окружающими, читайте книги, не знаю, там, смотрите телевизор, читайте какие-то статьи, вот, сравнивайте, примеряйте к себе разные роли. А если вы всё-таки уже такой возраст имеете более зрелый, и есть определённый жизненный опыт, на основании которого можно сравнить, сделать вывод, вот, понять, кого тебе интуитивно напоминает, этот человек приятен или неприятен, тогда этот подход подходит вам больше. Вот, подход-подход. Тогда этот подход вы можете применять чаще, скажем так. Пока!